МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Александр Кудинов, полковник полиции, заслуженный тренер России, Владимир Блохин, капитан полиции, мастер спорта международного класса. Здравствуйте! Здравствуйте! И вот сегодня мы с вами поговорим о соревнованиях, ну, в первую очередь, да, вот по джиу-джитсу, с которых недавно вернулись наши полицейские. Соревнования проходили в Париже, я так понимаю, да? Вот что были за соревнования? Расскажите, пожалуйста. У нас в Париже были чемпионаты мира по джиу-джитсу. Вот, там по трем направлениям бывают. Ду-систем, по боям, файтинг-систем и неваза борьба лежа. Вот, и как бы первый раз так много, количество стран приехало. И, по-моему, посчитали официально 42-43 страны где-то вот там. А раньше было меньше. Не знаю, может, хотели Париж посмотреть, кто приехали. То есть идет развитие. Вот с каждым годом все больше и больше народ привлекается и страны. Угу. Ну, вот, насколько много наших соотечественников, победителей на джиу-джитсу? Ну, вот, насколько я понимаю, один из победителей у нас в студии лично присутствует, да? Да, у нас еще есть победитель Мальцев Евгений, 56 килограмм. Он сейчас отсутствует. Вот это и еще у нас в Рязанской области еще Куценко Николай тоже командам в зачете за команду боролся тоже, золото завоевал. Вот, второе место есть. Владимир две медали завоевал. Третье. Это вот они и лежат, да? Да. В личном третье, а в командном первое. Владимир, вот как ощущения от соревнований, какие эмоции? Сейчас, наверное, конечно, все уже постыло, да, но вот тем не менее. Как это было? Ну, на Чемпионат мира ездил первый раз, конечно. Немного всегда так волновался, но старался себя держать уже. В принципе, опытный, кстати, борец, спортсмен. Часто участвовал на боли, тоже на крупных соревнованиях, на Европах участвовал, на международных турнирах. Ну, на Чемпионат мира попал первый раз. Ну, соревнования встретились у нас, конечно, хорошо. Провели соревнования тоже достойно. Много, как Александр Николаевич сказал, был стран. Очень все было интересно. Борцы очень были сильные соперники. Сладочки проходили довольно-таки у нас напряженные. Вот. Ну, чуть-чуть, конечно, в личном чемпионате меня не повезло. Войсфер стал, конечно, бронзовым призером. Но зато потом отыгрался, как говорится, за команду. В команде на зубах вырвали у немцев. Прям одинаковые очки были, 3-3. И Чаркин и Илья решили исход нашей команды. И все радовались, прыгали там. Россия верила в Германию. Это тоже как-то принцип принципиальный. Ну, в общем, да. Да. Вошли в историю. Был первый раз проводился такой. Чемпионат «Стенка на стенку командный». Как бы мы первые теперь. А вот, кстати, что сложнее, вот, личное или командное участие? Настрой, знаете, личное дело. Одно дело, когда ты сам за себя, да, и больше там за что нет. Это ответственность команды, все на тебе, вот, стоят рядом, напротив, все болеют. Ну, это даже, я бы сказал, даже более интереснее командное. «Стенка на стенку», когда выходишь. Так как на тебя груз ответственности висит. И, ну, вообще, это просто очень здорово. Так вот, прям вот команду сплочает очень сильно. Мы прям болели друг за друга. Радовались за каждую победу. Кто-то есть проиграл, поддерживали. Сразу не расстраивайся. Если в следующий раз выиграем, мы за тебя там отомстим. Как говорится, попробуем мы выиграть. А сходочек. И так получилось, что наш командный дух оказался сильнее, чем у немцев. И победили их. Владимир, а вот какой-нибудь самый запоминающийся соперник был на чемпионате? Ну, не то, что самый запоминающийся соперник. Самый запоминающийся схватку у меня оказался за вухт-финал, который я проиграл с австрийцем. Конечно, ну, не знаю, и более, как бы, я считаю, там, по глупости таких судейской. Со стороны немножко, я думаю, все-таки они неправильно меня оценили. Посчитали, что я, как бы, нарушал правила борьбы джу-джитсу. Хотя со стороны мне сказали, что там все было наоборот. Все-таки немножко оказался судья такой неподготовленный, я так думаю, что он не видал в моменте, что я делал все правильно. Ну, и проиграл я, конечно, на самую такая запоминающая. Хотя схватку я вел и уверенно вел. И вот так вот получилось, что проиграл. Вроде бы ранг такой высокий, чемпионат мира, но судейские вот ошибки, они все-таки присутствуют. Это в любом виде спорта есть. А ведь там же тоже на этой соревновании были ошибки судейские. Ну, вот она как раз повлияла на его. Мы его в финале в личном не увидели. А вот какие-то выводы для себя произошли? Выводы для себя. Да и больше работы надо выводы для себя, когда схватку равнаешься, надо другую технику. Я знаю, почему он проиграл в личном, потому что он полтора года не выступал на соревнованиях. Мы готовились по бою самому. И, короче, наложилось все-таки полтора года не выступать на международных соревнованиях. Ну, сейчас он начал. Я думаю, следующий год начнет с победами. У нас впереди в мае чемпионат Европы в Голландии и чемпионат мира в Тунисе будет в ноябре. По джурджуце. Да, по джурджуце. Так что, я думаю, он поставит все точки на «Д». Вот, кстати, Александр, вы известный тренер и тренируете наших полицейских, да, в том числе. Ну, вот, насколько я вот слышала обычно, да, то самбо и дзюдо. И вообще, самбо и дзюдо – это как бы в нашем городе широко распространены, да, мы всегда там все завоевываем, и все у нас самбо и дзюдо круто. Вот, джиу-джитсу – ну, достаточно не особо известный вид спорта. Вот, что это такое и насколько вообще обстоят дела в нашем городе, например, с этим? Я бы так не сказал бы, что его не слышно. Вот два года назад, мне кажется, вообще никто не знал в широких массах от джиу-джитсу. Это было. Наша федерация в этом году исполнилась 10 лет, Рязанской федерации. И вообще Российская, Всероссийская федерация тоже 10 лет. Вот, и за 10 лет мы столько наделали шуму в этом виде спорта. Все повоевывали по всем возрастам. До 15 лет, до 18, до 21 года. И сейчас взрослые выиграли чемпионаты мира командные. Поэтому это дает знак, это дает знак вот такой вот. И я думаю, что все наши сборные России, все впереди еще. Предстоящие всемирные игры по боевым искусствам, просто по неолимпийской виду спорта. Наши тоже все повыигрывали. Ну, а самбо-дзюдо – это наш базовый вид спорта. Все спортсмены выходят из самбо-дзюдо. База, дается борцовская база. А потом уже каждый видит в своем виде спорта. Кто в рукопашке, кто в боевом самбо, кто в джиу-джитсу. Поэтому база одна, начинающая. Ну, кстати, Владимир, вот вы в каком виде спорта себя больше едите? Вот именно в джиу-джитсу или все-таки какие-то еще направления? Ну, видишь себя во многих направлениях. Хоть, честно говоря, во многих. И был чемпионом России по боевому самбо, и по самбо выполнен норматив в массе спорта. На чемпионате ВД третьим сейчас стал. Да, на чемпионате ВД по боевому самбо. Ну, везде. Ну, просто пока я сейчас больше у меня успехов, получается, что по джиу-джитсу. А так вижу себя во многих направлениях. И в рукопашном бою мой участвовал, тоже третьим выполнял норматив в массе спорта. По МВД остановился. Везде участвую, везде себя вижу, везде. Получается просто где-то больше, где-то меньше. А вот чем джиу-джитсу отличается принципиально? Принципиально? Ага. Джиу-джитсу это можно рассматривать как боевое дзюдо. Есть боевые самбо. То есть включается борцовская база и плюс ударная техника. По джиу-джитсу ударная техника – это ближе к карате. А боевое самбо – это ближе к боксу, рукопашному бою. Вот в чем разница. Насколько травматичный вид единоборства? По джиу-джитсу? Да. Мало травматичный. А почему? Ну, там такие жесткие удары запрещены. Жесткие удары. Там больше борьбы, удары руками, ногами. Без особой жесткости. Вот боевого самбо там не жалеют. Вот, кстати, а не жалеют. Владимир, вот, по и без правилам, а мы никогда не участвовали, не хотелось. Нет, не пробовал никогда. Особо никто не приглашали. Ну, как желание особо такого ничего не вижу. Да, мне хватает своих соревнований. У нас много соревнований своих. У нас всех, где выступаем МВД и боевые самбо, и джиу-джитсу, и рукопашки. То есть, так они и так загружены. Целый год мы расписаны, как говорится, по дням. Вот вы у нас полицейские люди, которые оберегают нас сон и покой практически, да? А вот единоборство, они как-то помогают, может быть, мешают в чем-то? Почему? Нормально. Полицейские, кто занимается боевым искусством, можно так сказать, себя уверенно чувствуют на улице. Везде. Постоят за себя и за других. Почему? Нормально. И поколение с маленькими, вот у нас маленькие занимаются, вырастают, потом в полицию поступают, служат и дальше продолжают. То есть, поток, ну, так все идет. Ну, какие качества вырабатываются в человеке, как вы считаете? Я скажу, психологически больше, да. Больше человек в себе уверен. Если что-то знает, умеет, он больше всего умеет. Он где-то уже не струсит, не убежит, а постоит за себя и за других. Владимир, а вот что нужно, какие-то опять качества, да, чтобы побеждать, как вы считаете? Целеустремленность больше, себя не жалеть, выкладываться на тренировках. Ну, и большое, огромное желание победить без этого никуда. Настрой и боевой дух. Ну, и, конечно, ребята, не могу не спросить, вот ближайшие планы, а может быть и не ближайшие на будущее? Вот, через два дня едем на чемпионат России в Санкт-Петербург. Идет очередной отбор на следующий год, на Европу, на мир. Вот, готовимся. Через два дня отъезжаем. Ну что ж, когда вернетесь, обязательно приходите к нам, расскажете. Обязательно все расскажем. Зовите. Спасибо за участие. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня были Александр Кудинов, полковник полиции, заслуженный тренер России и Владимир Блохин, капитан полиции, мастер спорта международного класса. Субтитры подогнал «Симон»